Привет подписчикам! Сегодня в видео речь пойдет о том, насколько полезен или бесполезен мощемер во время гонки. Видео я решил снять после того, как один из подписчиков задал, ну, то ли вопрос, то ли не вопрос. Он имел в виду, что мощемер бесполезен во время гонки. И после гонки в Альметьевске я для себя уяснил некоторые моменты, ведь до гонки я тоже думал, а на самом ли деле мощемер бесполезен в гонке. Все, гонка началась, вы стартанули. Вы едете в большой группе, и чтобы от них не отстать, и иметь большую среднюю скорость на финише, соответственно, иметь высшую позицию для себя, вы, соответственно, будете ехать в группе и давить из себя все свои ваты для того, чтобы от них не отстать. Вот именно в это время мощемер бесполезен, и надо, допустим, вы будете выжимать 200, если надо 400, а то и тысячу кто-то выжимает, сидя в группе. Вот в это время мощемер, так скажем, никак вам не поможет. Но, допустим, вы отстали от группы, и дальше вам нужно ехать либо в маленькой группе, либо вообще в одиночестве. Вот тут-то уже и включаются все ваши тренировки, да, когда вы ехали, допустим, для себя, так скажем, на той мощности, на которой вы можете выдержать там час или 30 минут, сколько вам там осталось доехать до финиша, и вы уже будете держать свои ваты. Ну или в группе, когда вы будете крутить вертушку, для того, чтобы быстро не выдохнуться, вы будете на смену держать именно свои ваты для того, чтобы доехать до финиша. После того, как вы финишировали, вы приходите домой, загружаете данные файлы анализа гонки, да, и уже можете по компьютеру посмотреть, в каком участке, сколько вы выжимали, сидя за людьми, когда вы были уже одни или в маленькой группе. То есть у вас все данные на руках, и далее вы можете те же самые ваты имитировать на тренировках, да, и будьте более плотнее, более целенаправленнее, готовиться к следующим своим гонкам. Потому что вы уже будете знать, ага, если я еду в группе, и мне нужно примерно держать среднюю 40, да, мне нужно будет держать, допустим, 200-300 ватт на протяжении двух с половиной, допустим, часов, если вы едете на сотку 100 километров. Все, то есть это очень удобно, и тренировки, опять же, у вас будут целенаправленными. Поэтому на этот вопрос, бесполезен ли мощимер во время гонки, я отвечу, что не бесполезен, потому что, как я уже сказал, если вы едете одни, либо в небольшой группе, все-таки мощимером вам будут подсказывать, какую вы мощность вы даете, и как вам нужно ее держать. Ну и, соответственно, как я уже сказал, сделать анализ после гонки, это самое лучшее, что, я думаю, можно извлечь из гонок. Поэтому, бесполезен или нет, решать каждому из вас. Всем спасибо, что, ребята, вы поддерживаете меня, пишите комментарии, делитесь этим видео, для того, чтобы больше людей посмотрело его, больше людей, чтобы подписалось, и, соответственно, набрать тысячи подписчиков, чтобы выходило больше видео, качественнее видео. Поэтому всем спасибо, всем здоровья, всем помощимеру, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok